Привет, Карин. Привет, Саш. Друзья, мы сегодня приехали на выставку Open Village. Это огромнейшая выставка, на которой представлены реальные построенные дома и располагается на Выстрецком районе Московской области. Ну, я надеюсь, что я буду обозревать самые дорогие и красивые. Нет, смотри, я вообще бы выставку поделил так. Есть здесь дома за 50-60 миллионов, есть дома за 20 миллионов. И я хочу обозревать дома за 60 миллионов. В смысле? А ты будешь обозревать их за 20 миллионов? Нет, давай проверим, на чьей стороне сегодня удача. У тебя монетка есть? Да, у меня есть монетка в стилях Орла и Решки. У меня даже есть монетка номиналом 1 евро. Так, что убираешь? Орел и Решка? Орел. Я хотел Орла. Решка, я выиграл. Итак, Александр Кальций сегодня с вами обозревает только дорогие дома на выставке OpenVillage. Карин, успехов! На шее алая гвоздика, вот он идет, встречать честной народ. К нам приехал чика-чика, искай спота. Начну я, наверное, с обзора самой крутой планировки, на мой взгляд. Это ваша любимая тема. Одноэтажный, здоровенный, п-образный дом. П-образные дома это а, штука дорогая, б, невероятно комфортная. И сейчас я покажу почему. Сергей, привет. Приветствую. Сколько стоит этот дом? Данную территорию продаем за 65 миллионов. Цена дома 65 миллионов рублей. Самая интересная планировка на выставке OpenVillage это п-образный дом площадью 250 квадратных метров по каркасной технологии. Центром этого дома является внутренняя территория, которая наглухо спрятана от соседей. То есть вас здесь никогда не увидят, никогда не заметят. И дом расположен на солнечной стороне. Самая, наверное, фишка этой планировки это джакузи, либо фурака. Не знаю, как правильно это называется. И вот такая вот красивая, приятная сауна. Вообще, сауна это то, что обязательно должно быть must have в каждом загородном доме. По центру камин, слева справа полки и стеклянное ограждение. Из сауны есть выход в сторону уличной джакузи, что достаточно удобно. И рядом с сауной располагается мокрая зона. Из каждого помещения дома можно выйти в центр буквы П. И, по сути, центр буквы П, он является максимально скрытой зоной от взора соседей, где есть уличная обеденная зона и гриль. И, собственно, зона отдыха. На мой взгляд, в этом помещении точно не хватает большой гардеробной. Дом достаточно большой, большое количество холлов, большое количество коридоров. Они также все расположены в рамках буквы П. Есть на входе санузел и есть шкафы. Но мне кажется, что большие шкафы на входе, в большом одноэтажном доме, штука такая немножко устарела. И, конечно же, здесь прямо напрашивается гардероб. В остальном это, наверное, дом с самой лучшей планировкой на выставке OpenGLESH. Лично она мне больше всего заходит. И еще одно помещение, которое должно быть обязательно в каждом доме – это постирочная. Постирочная объединяет себе большие гардеробы для белья, для постельного белья, для полотенец, сушильная машинка, стиральная машинка и раковина. Я сегодня вам буду рассказывать про бюджетные решения, но мы-то с вами знаем, что бюджетные решения лучше всего заходят на ютубе. И смотрите, что я для вас нашла – целых два домика из контейнера. Девушки, расскажите, пожалуйста, мне кажется, это такие дома из контейнеров. Многие зрители очень интересуются этой технологией. Я все правильно поняла или это что-то иное? Да, это готовые решения. Конкретно вот это гостиничный номер можно использовать как гостевой домик, либо для проживания, пока не построится основной, например, дом. То есть это быстрое, хорошее, готовое решение. Можете пройти посмотреть, там все есть, все для комфортного проживания. Но я так понимаю, это все-таки больше для таких глэмпингов. Капсульный отель на два номера как раз вот такие решения оставят в популярные туристические места. Есть возможность, где остановиться, отдохнуть, принять душ. Как они нашу российскую зиму переживут? Это всесезонное решение. У нас утепленные стены пенополиуретаном, достаточно толстый слой, инфракрасный теплый пол, то есть абсолютно нормально. А площадь здесь какая? 13 квадратов. И сколько стоит? 2,600. Ну что, друзья, пойдемте смотреть. Вы же знаете, что я фанатка больших домов с большими окнами. Мне интересно, что же можно разместить на такой территории. Самое приятное здесь есть кондиционер. Сегодня очень жаркий день и здесь так свежо, хорошо и приятно, что у меня уже есть желание здесь остаться. На самом деле мы видим такую маленькую квартирку-студию. Смотрите, здесь у нас есть столик, рабочая зона, стульчик, все, все как полагается. Стильные розетки. Здесь у нас прекрасная двуспальная кровать и, может быть, я уже не пойду снимать следующие дома. А, кстати, здесь даже есть телевизор. И если вы захотите уединиться, это тоже не проблема. Здесь у нас тоже есть розетки, все современно, есть где пообедать. Вот такой маленький столик на две персоны. Так, смотрите, здесь прекрасно можно все приготовить. Здесь есть и микроволновая печь и плита. И что у нас здесь? Холодильничек. Правда, небольшой, но самое необходимое. Здесь можно разместить. Ящички прекрасно выдвигаются. Вы знаете, что это очень важно. Мне нравится кран. Смотрите, какой он стильный, матовый. Здесь у нас такой большой шкаф. Здорово. Можно даже парочку шопоголиков заселить. Ну и давайте посмотрим, что же у нас здесь в санузле. А в санузле у нас тоже все самое необходимое. Банитаз, раковина и хорошая душевая. Обратите внимание, черный матовый полотенцесушитель, также свеситель. Все такое стильное. Очень стильный дом, знаете ли. И вот здесь у нас спойлер. Ну а теперь давайте познакомимся со вторым домиком. Друзья, я обратила внимание, что здесь такая очень серьезная дверь. Здесь очень много замков. Но так как такие домики используются для туризма, ну, наверное, это имеет место быть. Немножко поскромнее. Здесь у нас такая односпальная кровать. Что у нас здесь? Место для хранения. Кофеварка. Здесь уже нет моих любимых черных смесителей. Маленькая ванная комната. Здесь у нас душевая, небольшая раковина и биотуалет. Еще один одноэтажный дом на выставке Open Village. Вообще, стоит сказать, что в этом году одноэтажные дома прямо пестрят в большом количестве на выставке Open Village. И мне здесь понравилась планировка. А именно оформление террасной зоны дома. Пошли. И сразу на старте мы всегда спрашиваем стоимость дома. Сколько стоит данный дом? 39 900. 39 900. Отлично. Значит, этот дорогой дом обозреваю я. А дешевый, напомню, Карина. Фишка этого дома в части оформления интерьера, наверное, находится здесь. Уличный кинотеатр. Это, несомненно, очень круто. Камин. Такая лаунж-зона. И все это закрыто одной большой крышей. Я так понимаю, что, в принципе, в самые холодные времена здесь, наверное, можно оформить и такое остекление. Зимний сад. Супер. На самом деле, классное решение. В томные вечера. В лаунж-зоне. Вы можете сесть на кресло-качалку, когда мы сполним целый лет по 60, и быть очень довольны. Все. Друзья, мне недавно в запрещенной грамме попалось видео вот с таким маленьким капсульным домиком. Это одно из самых популярных решений, которое, как говорят, может позволить себе практически каждый. Поэтому пойдемте посмотрим, что же там такое. Выглядит очень современно. Что-то есть в нем такое космическое, как будто мы уже колонизировали Марс. Как вас зовут? Михаил. Михаил, очень приятно. Я Карина. Скажите, пожалуйста, что у нас тут такой интересный домик? Вообще, что у него за конструкция? Рамное основание, рамная, скажем так, конструкция из оцинкованной горячей катанной стали. То есть это не контейнеры, не какая-то модульная штука, это прямо основание, которое снаружи обвешивается алюминиевым талиной, утепляется 100 миллиметров пенополиуретаном, и далее идет внутренняя отделка. Скажите, это дома для жизни или это все-таки для туризма, глэмпингов и так далее? Мы сюда заходили на эту выставку с уверенностью, что это идеи для бизнеса, для глэмпингов, для база отдыха. Но вот наши посетители нас убедили, что это неоднозначно. Посмотрев на цены, на другие дома, они решили, что в принципе и пожить в таком можно. Пожить и разместить своих гостей. То есть самое популярное из предложенных – это гостевой домик. Во-первых. Во-вторых, у всех взрослеют дети, и как вариант, чтобы пустить их во взрослую жизнь, тоже вот отсюда. Но недалеко от собственного участка. Да, да, да. Тоже вариант такой предполагается. Ну и опять же, есть посетители, у которых есть участки, скажем так, береговой линии, может быть, какие-то видовые пейзажные, там горы или моря. И вот как раз вопрос о том, что их можно размещать там, где капитальное строительство запрещено. 28,4 квадрата. Сколько стоит? В Москве конечная цена 5 миллионов 800 тысяч. С доставкой совсем нести. Давайте смотреть планировку, какие же у нас есть здесь фишки. Итак, по левую сторону у нас место для хранения всего. Что-то там хранится. На самом деле, визуально достаточно стильно все выглядит. Это ванная комната. Она не маленькая. Здесь у нас душевая, большая раковина. Самое главное место. И более. Так, здесь у нас кухонная зона. Здесь у нас две комфорки. Шкафчик. Что у нас здесь? Здесь тоже у нас можно что-нибудь хранить. Кофеварка. Ну, на самом деле, достаточно много мест для хранения. А это важно в любом доме. Здесь у нас рабочая зона сейчас. Ну, а обычно это зона отдыха. Здесь поставили диванчик и стол. Но, как мне сказали, вот на этой небольшой модели можно увидеть, как это все выглядит. Вот здесь будет кровать. Так, господа, ну, а здесь у нас выход на небольшую террасу. Я спросила, здесь сказали, что усиленные и антивандальные двери. Это очень здорово. Ну, а теперь пойдемте смотреть какой-нибудь следующий дом. Александр Кальсин там, наверное, по своим дорогим, неинтересным ходит. Сразу спойлер. Я сейчас иду в дом. В прошлом году цена за этот дом была озвучена 98 миллионов рублей. Знаете, когда то ощущение, когда такой заходишь в дом за 98 миллионов рублей, и ты ждешь в нем комфорта на все 98 миллионов рублей. Пока я иду туда, напишите в комментариях, что вы ждете от дома за 98 миллионов рублей. То есть, что в нем должно быть за 98 миллионов рублей. Мы уже подходим к чуть-чуть терпения. Вот он, дом за 98 миллионов рублей. И сразу вопрос. Сколько стоит этот дом? Дом стоит 58 800. Но в прошлом году он был 98 миллионов. Да, он стоил 98 миллионов. Было принято решение компании. Все очень просто. Супер. Мы поснимаем в нем. Да, конечно. Дом готовый к жизни. Сейчас нахожусь в зоне гаража, в зоне парковки. Она располагается максимально на короткой дистанции от основной входной группы. И это самое правильное. Всегда гараж должен располагаться с входной группой с минимальной дистанцией. Обратите внимание на наличие пандуса. Если у вас есть маленькие дети, либо предполагаются маленькие дети, эта штука просто вам необходима. Мы сейчас находимся во входной группе, правильно? Да, мы во входной группе. Здесь специально мы оставили открытую эту часть, чтобы показать. И каждый мог увидеть всю инженерку, соответственно. То есть в перспективе это должно закрываться? Это будет закрыто специально, да. Потому что здесь есть и блок усилитель сотовой связи отдельный, и места под хранение. Это все будет убрано. И даже есть пылесос к Saomi, да? Ну, я более скажу, что в принципе здесь есть все для того, чтобы жить. И тапочки уже куплены. Разумеется, здесь есть баня. Баня, сауна и так далее. Все, что обязательно должно быть. Но вот скажите, что не хватает в бане? Людей. Это точно. Очевидно. Будет этим наслаждаться. Потому что это термообработанная доска, финская каменка, санузел. Выходы на улицу. В сауне всегда надо присмотреть выход отдельный на улицу. Потому что вот это вот брождение туда-сюда с мокрыми пятками не очень комфортно. Остров из газобетона. Остров именно из газобетона. И здесь он трансформируется уже в обеденный стол. Также и такие архитектурные элементы и дизайны интерьера. Вы можете увидеть вот эти скругления, которые продолжаются в том числе и на камине. В запилах на плитке. Линии, которые мы видим на камине, они продолжают игру на противоположной стороне. Выполненные из гипсокартона. Ну все, за 58 прям убедили. И после кухни-гостиной зона жилая. Санузел. Раз, два, три. Три спальные комнаты, включая мастер в спальную комнату. Вот, как видит, классическая мастер-спальня. Я думаю, что здесь квадрат, наверное, 18, не меньше. Сразу при входе гардероб. И это очень круто. И чуть дальше, на самом деле, просто потрясающе по своему исполнению ванная комната. Ребята заморочились и установили даже такое обожженное дерево. Друзья, вы знаете, какие проекты домов сегодня являются одними из самых востребованных? Это Барнхаус. И посмотрите, какой симпатичный я для нас нашла. Давайте сейчас познакомимся и узнаем, сколько же он стоит и что там есть. Скажите, пожалуйста, какая площадь этого замечательного дома? Непосредственно этого дома с террасами 97 квадратных метров. Внутреннее 47. Дом с отделкой, с мебелью, с техникой. Мы называем эту комплектацию по тапочке. Возводим всего за три месяца. А стоимость непосредственно этого дома всего лишь 7 миллионов рублей. Представляете? Пойдемте смотреть, друзья. Пойдемте смотреть. Итак, что у нас есть в этом доме? Здесь есть лопомойка. Здесь у нас санузел. И давайте сразу пройдем в спальню, потому что мне очень нравится вот такой стиль лофт. Здесь у нас большое место для хранения, рабочая зона и, конечно же, выход на террасу. Друзья, смотрите, как все-таки классно здесь обыграли балки, да. Система освещения. Все это сочетается с полочками. На самом деле, я не часто вижу такие варианты. Обратите внимание. Я думаю, что для вашего дома это тоже будет классным решением. Ну, а здесь у нас кухня-гостиная. Здесь у нас также продолжается вот эта история с открытыми балками. Все красиво. Цвет сочетается с цветом на фасаде. Ну, здесь у нас кухня, здесь еще нет бытовой техники, но я думаю, что она скоро появится. И, конечно же, друзья, главная фишка дома – это антресоль. Ну, в наших сюжетах мы всегда рассказываем, что ее можно обыграть и для детей, и гостей разместить, и какое-то место там для кинотеатра. В общем, огромное количество возможностей. И это, как правило, такая антресоль – это любимое место в загородном доме. Вопрос в лоб. Сколько стоит этот дом? 45 миллионов. Отлично. И, значит, обзор этого дома выполняю я. Напоминаю, Карина выполняет обзор дешевых домов. Основная фишка планировки этого дома в том, что здесь делается акцент на внутренней территории, которая спрятана за двумя строениями. Строениями в виде буквы «Л». Это дом, и это зимняя кухня. Правильно говоря, дом строится вокруг бани или вокруг мангала. И мы уже видим не первую планировку, когда подтверждается это высказывание. Вот как выглядит классическая финская баня. Финны, они просто не строят баню. Они всегда ее дополняют кухней, всегда ее дополняют небольшой зоной отдыха. Я удар сейчас сюда вошел, у меня такое ощущение, блин, ее, наверное, топили. Потому что откровенно есть запах дерева и запах натопленной бани. Пахнет невероятно круто. А, да, все правильно. Тут даже замоченные веники, друзья. Поэтому выставка Open Village, нет-нет, доживет своей вечерней жизнью правильно, как она и должна жить. На самом деле невероятный запах. Здесь и можжевельник, и дупы, и классическая финская печь Харви. Важный момент для бани, и лично я, как особый баневед, так скажу, никогда не бойтесь в бане устанавливать стекла. Закаленные однокамерные стеклопакеты. Большой объем температуры вы не потеряете. Но приобретете классные виды на ваш участок. На мой взгляд, именно так должна выглядеть настоящая баня. Баня это не просто место, где парятся. Баня это место, где отдыхают, готовят и, в принципе, проводят большое количество времени, особенно летом. Внутренняя зона и наружная зона, большая терраса. Но сразу чего-то здесь не хватает. В бане всегда должно быть холодное обливающее ведро. Эх, ребята не досмотрели, как жаль. Современная фишка, которая сейчас должна быть в каждом гараже и в каждом доме, которая диктуется огромным количеством китайских и не китайских электроавтомобилей, это станция подзарядки. Вот такая вот штука должна быть в каждом гараже. Потому что, если у вас сегодня нет электроавтомобиля, то не факт, что у вас его не будет в следующем году. Когда я искала следующий дом для моего блока, я заметила, что здесь есть лучший проект ИЖС, победитель конкурса типовых проектов. Я не знаю, сколько он стоит. Если честно, я думаю, что он стоит больше 10 миллионов рублей. Но я считаю, что нужно с ним познакомиться и узнать, а почему же он стал лучшим. Тем более, Александр хотел, чтобы мы подробнее рассказали о планировках домов. Ну, это лучшая планировка. Давайте смотреть. Расскажите, пожалуйста, какая здесь площадь дома? Я так поняла, общая площадь чуть-чуть больше 180 квадратных метров. Общая площадь дома получается 183 квадратных метров. Если мы берем жилую площадь дома, 145 квадратных метров. А какая цена дома вот здесь прямо на выставке? А стоимость дома владения, то, что вы сейчас здесь видите, вместе с мебелью сейчас, как у нас очень красивая беседка есть, 38 миллионов. Упс, ну, я немножко выпала из нашего блока про бюджетные дома. Но, тем не менее, дом все равно интересный. Друзья, ну что же я здесь вижу? Достаточно большую входную зону. Здесь у нас есть зеркальце. Каждая девушка здесь может прихорошиться, поправить прическу. По левую сторону у нас большая гардеробная. И она же котельная. Это хорошо, это удобно. Здесь у нас большой шкаф, хорошая картина. Санузел, душевая, туалет, все как полагается. Давайте заглянем, посмотрим, что же у нас здесь. А здесь у нас кабинет, господа. Как без кабинета? Кабинет необходим современному успешному человеку. Дом очень уютный. Обеденный стол, кухня, гостиная. На самом деле, мне правда нравится этот дом. Мне прям хочется здесь остаться и немножко отдохнуть. Посмотрите, какое хорошее, грамотное сочетание цветов. То, о чем часто говорят дизайнеры. Выбирать спокойные, лаконичные, светлые цвета для стен. Немножко дерева, но все-таки это загородный дом. И яркие детали, да, такие как кресла, подушки. Очень приятный, спокойный и комфортный дом. Ну, а здесь у нас такая лестница со стеклянными перилами. Посмотрим, что у нас здесь дальше. Ну, как же мы без большого окна. На втором этаже я обнаружила три спальни и один санузел. И здесь очень много всего интересного вот в этой общественной зоне. Вот вам кажется, что это просто зона отдыха, но на самом деле здесь есть такое большое окно. И это смарт-окно. И все, солнце нам не мешает, можно отдыхать. Но мне нравится больше так, все-таки природа, виды. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Ванная комната, достаточно такая стандартная. Спальня, которая может быть детской. Здесь еще одна спальня. Идеальный вариант комнат в спокойных пастельных тонах. И мастер-спальня. Боже мой! Боже мой, друзья! Девочки, здесь идеальная большая гардеробная и собственный санузел. Ах, сколько всего я могла бы разместить в этом доме. Здесь еще есть окно, поэтому здесь приятно, светло. Здесь у нас большое зеркало. Собственный санузел, душевая. Ах, большая кровать и мансардное окно. Отличный дом, мне он очень нравится. И вообще очень здорово подобран декор в этом доме. Мне все очень нравится. Спокойный, классный дом. На прошлом объекте мы с вами говорили о том, что в каждом современном доме должна быть зарядка для электроавтомобилей. И вот доказательство моим словам. Здесь есть зарядка для электроавтомобилей. Дом, помимо зарядки для электроавтомобилей, еще имеет систему умного включения света. Потом вы здесь нигде не видите внешних труб, по которым уходит вода с крыши. Они все внутри. Архитектор отказался здесь от мелких фонариков. Поставил один фонарик, он функциональный. Кроме того, что он дает мягкий свет и отвечает ровно ту территорию, которую должен освещать. Кроме этого, там будет устанавливана видеокамера сверху. Это безопасность. И внизу можно просто заряжать. И таких вот сценариев... Это такая костровая зона. Цена конкретно этого дома со всем тем, что вы видите, с участком, с садом на крыше, с многочисленными террасами. Площадь дома 286 метров. Стоимость его 70 миллионов. Спасибо. Супер. 70 миллионов. Здесь кухня-гостиная. Огромные панорамные окна прямо в пол. Я напомню, что это дом из CLT-панелей. На мой взгляд, классное решение для тех, кто любит готовить и наслаждаться сразу красивым видом из окна. Было бы, на самом деле, здорово, если бы еще красивый вид из окна. Было бы какое-то огромное озеро. Наверное, подобный формат домов, как ни кстати лучше, подходит для формата Ленинградской области. Знаете, дом где-нибудь на Ладоге. Классический выход из кухни-гостиной в террасу. И сначала я на самом деле думал, что здесь просто большое зеркало. Потому что, обратите внимание, у нас есть кухня с внутренней стороны и оформленная столешница с внутренней стороны дома. И у нас есть буквально бинтичная кухня и оформленная столешница с наружной стороны этого дома на уличной террасе. Это такая полузимняя, полулетняя терраса, остекленная большими окнами, безрамное остекление. Ну и самое главное, для чего мы пришли в этот дом, это для того, чтобы лицезреть сад на крыше, эксплуатируемую кровлю второго этажа. Пошли. Вау, ну здесь даже есть свое барбекю. Все хотят эксплуатируемую кровлю на крыше дома. И вот как ее можно круто обыграть. Значит, здесь есть сад. И вот, как мне подсказали, он обустроен с помощью технологии компании Тегала. Такая зеленая крыша. На самом деле, я так понимаю, что здесь можно выращивать не только какие-то декоративные растения, но и петрушку, лаврушку и все, что с этим связано. На самом деле, эксплуатируемая кровля штука классная. Но нужно понимать, что вот прямо за ней нужно ухаживать. Это не газон, который, вы знаете, завезли машинку и ходите, слушаете классическую музыку и постригаете. Нет, здесь следить за вашим садом на крыше второго этажа гораздо сложнее, гораздо накладистее. Поэтому перед тем, как устраивать сад на эксплуатируемой кровле вашего дома, подумайте, а надо ли оно вам. Смотрите, как классно здесь сделано решение настила второго этажа. Это все идет из настила доска-лиственница. Между ними есть щель. Любая вода, которая попадает на эту доску, уходит ниже, попадает непосредственно на наплавляемую кровлю, которая утаскивает воду водосточные системы, которые, как нам уже пояснили, они здесь скрыты. Нет визуально ни одной водосточной системы с крыши на первый этаж. Ну и самая крутая часть, самое классное решение, которое, в принципе, я видел на выставке среди самых дорогих домов. Напомню, что этот дом на выставке на текущий момент топ номер один по цене. Это барбекю. Это барбекю прямо на крыше. Соседи нахрен обзавидуются. Ну что, друзья, сейчас я вам покажу самый классный дом на этой выставке с идеальным соотношением цена и качество. Кстати, мой коллега Александр здесь нас уже ждет и отдыхает или халтует. Экспекта патронус! Экспекта патронус! Экспекта патронус! Здравствуйте! Сегодня в роли мальчика, который выжил я, потому что у нас сегодня было корпоративное мероприятие. Кстати, ребята, я хотел вам представить такую классную штуку, которую я обязательно всем рекомендую. Это экопарковка. Что из себя представляет экопарковка? Такие вот пластиковые соты, которые можно заливать бетонными кирпичиками и ячейками, либо можно не заливать, и вы получите внутри каждой пластиковой соты отличный зеленый газон. Легкое, недорогое решение, которое действительно, мне кажется, должно быть на каждом участке, где есть автомобиль. Ну, Александр, мы сегодня с тобой подходили ко всем героям нашего сюжета и задавали вопрос. Сколько стоит дом? Сколько стоит этот дом и какая здесь площадь? Смотри, стоимость этого дома 26 миллионов рублей. Это, конечно же, дом от компании АПСДСК и площадь этого дома 170 квадратных метров. Дом из клееного бруса производства также компании АПСДСК. Мне кажется, мы нашли с тобой самый идеальный дом в формате цена-качество. Друзья, на нашем YouTube-канале есть сразу несколько сюжетов о строительстве этого дома. Как он строился, как он выглядел на разных строительных этапах, какой здесь интерьер. Поэтому переходите по ссылке в описании. Хочется сказать, о боже, какой здесь интерьер, даже добавить слова. Слушай, вечный вопрос во всех комментариях к нашим сюжетам. А что входит в эту цену, которую мы называем? Смотри, цена 26 миллионов рублей этого дома. По тапочке, надеюсь? Это прям конкретно вот этого дома и прямо со стоимостью этого земельного участка. Я, когда говорю 26 миллионов, это стоимость именно этого домовладения с участком, с коммуникациями и со всем. Мы даже Гарри Поттера не заберем отсюда. Он вам достанется, он вам останется. Но если говорить про специальную аукционную цену, специально для выставки Open Village, теплый контур этого дома 7,990. И каждый посетитель, который заходит в дом, я говорю, 7,990 это дом, теплый контур. Они говорят, это что, только стены стоят? Я говорю, да нет, это и фундаменты, и стены, и крыши, и окна. Если говорить про формат white box, это с коммуникациями, с предчастовой отделкой, 12-12,5 миллионов рублей. Если вы хотите посмотреть обзор этого дома, переходите по ссылке в описании к видео. Александр, где твоя волшебная палочка? Давай уже наших зрителей заколдуем, чтобы они купили. Оставляйте ваши комментарии, экспилиартус. Экспилиармус. Да похори.